Всем привет! Сегодня в обзоре видеокарта Asus ROG GTX 1080i Poseidon. Данная видеокарта обладает особой системой охлаждения, гибридной. На видеокарту установлен водоблок, а поверх водоблока радиатор с двумя вентиляторами. Отмечу, что подобный аналог среди конкурентов есть только один. Другие же производители в 10 поколении GeForce не выпускают ничего подобного. Именно благодаря такой правильной гибридной системе охлаждения, она является самой холодной среди всех GTX 1080i. Правда есть один маленький недосчет в системе охлаждения. Это отсутствие термопрокладок между видеокартой и бэкплейтом. Данная видеокарта уникальна не только своей системой охлаждения, но и внешним видом, а точнее особой RGB подсеткой, которая имеет различные режимы работы. Ввиду вышесказанного, данная видеокарта имеет и самый высокий ценник среди аналогов на рынке в данный момент. Перейдем к производительности данной видеокарты. Кстати, все тесты я проводил исключительно в режиме гибридного охлаждения, так как в режиме воздушного охлаждения ее нет смысла использовать в принципе, о чем я скажу позже. Что касается разгона данной видеокарты. Она с легкостью взяла отметку 2.1 ГГц, но в игре с высокой нагрузкой на GPU происходили сбои, в результате чего самой стабильной частотой работы видеокарты оказались 2050 МГц. Данный результат я считаю плохим, так как такие же значения можно выжать из той же Zotac MP Extreme или других видеокарт с массивной воздушной системой охлаждения. Благодаря тестированию этой видеокарты я очередной раз убедился, что для десятого поколения видеокарт GeForce нет смысла устанавливать водоблоки или покупать видеокарты с уже предустановленными, так как можно купить видеокарту с большой воздушной системой охлаждения и получить близкие результаты за меньшие деньги. Из всего выше сказанного, я могу рекомендовать эту видеокарту только в тех случаях, если у вас не ограниченный бюджет, вы готово переплачивать за тихую систему и у вас уже есть жидкостная система охлаждения. И не рекомендую эту видеокарту тем кто только собирается покупать жидкостную систему охлаждения ради видеокарты или тем кто собирается использовать ее только с воздушным охлаждением. Ну и порадую вас очередными косяками от ASUS. Первый это плохая проклейка декоративной отделки защитного кожуха, мелочь, но все равно неприятно. Но вот второй косяк намного серьезнее, при попытке зарегистрировать данную видеокарту на официальном сайте, происходила регистрация вместо этого оптической мышки. При обращении в техническую поддержку ASUS по поводу этого недоразумения, выяснилось что данный серийник в их базе закреплен вообще за Родионовской видеокартой 1650 Pro. Обещали и клялись разобраться в течении 1-2 дней, прошла неделя, но так ничего и не сделали. И это сервис в США, так что вот вам еще одна причина не покупать ASUS, вы просто не сможете воспользоваться гарантией. Субтитры создавал DimaTorzok